Приветствую любителей Москвы! Ну вот название станции красиво, Ольховая, а станция, конечно, холодная, хай-тековая, и даже вот Ольха, она все больше металля выполнена, ну, равно как и во многом сама станция открытая в 2019 году, тоже в поселении Сотинское, это Новая Москва, Новомосковская административная округа, когда эту линию продлевали от Саларева до Коммунарки. Вот, ну и, собственно, находится она тоже около Коммунарки. Видите, платформа довольно узкая, вот, находится, это зажато тоже, это станция между той же самой автодорогой Бутово-Солнцево-Варшавское шоссе дальше будет идти. Ну вот, видите, такие панели в виде ромбов, вот, на стеновые панели в виде белых таких ромбов, название Ольховое. Ну, скажем так, по сравнению с предыдущими платформами, да, ну, что-то, хоть что-то, хоть немножко здесь хоть какая-то есть все-таки какие-то особенности, да, тут на лестницах тоже есть как бы небольшие такие тоже оранжевая мозаика, листья Ольхи, вот видите, вот оранжевая мозаика, да, листочки Ольхи тоже попадаются, ну, вот, видите, панели ромбы тоже, вот эти, как бы, стилизация под дерево Ольхи тоже вот, все-таки есть около скамеек, да, таких тоже оригинальных, на потолке треугольной фигурки. Ну, что-то все-таки, по крайней мере, здесь есть хоть какое-то своеобразие, все, хоть что-то, пусть станция все-таки холодная, хай-тековая, конечно, ну, по крайней мере, ну, хоть что-то здесь можно найти, в отличие от предыдущих, многих других вот станций, новых особенно, когда открывается, где вообще практически нет, что зацепиться. Хотя, конечно, опять же, повторюсь, это холодная и такое, достаточно механическое, некрасивое, да, то есть, совершенно, конечно, демонстрирующая непродуктивную работу мысли, да, в принципе, архитекторов этих станций, ну, и в целом, да, вот, многих современных инженеров, мыслей, людей, вот, вообще, состояние, конечно, мов, оно сейчас далеко не лучше, не лучше, скажем так, вот, ну, и, собственно говоря, названа эта станция, она была в память об Ольховой улице, которая проходила в бывшую же, ну, можно сказать, бывшей деревне Сосенки, которая неподалеку от нынешней этой станции метро находилась, ну, ныне этой улицы уже нет, поскольку, равно как и вообще никаких улиц нет в деревне Сосенки, фактически там просто все дома сейчас числятся уже по, просто имеет адрес деревни Сосенки, и, ну, поскольку находится она уже в Москве, поэтому, по сути, улиц там уже никаких, в общем-то, нет в этой деревне, вот, а, собственно, эта деревня находилась в Ленинском районе Московской области, ну, и стала Москвой в 2012 году, когда Москва расширилась до Калужской области, вот, ну, и, собственно, а вот вокруг этой станции ужас-ужас, вот, то, что мы видим вот там сейчас, это, собственно, коммунарка, ну, соответственно, когда-то поселок Ленинского района, тоже Московской области, ныне тоже находится на стыке Новомосковской и Троицкой административных кругов, то есть, фактически, в общем-то, это Москва, да, теперь, ну, и, как видите, вокруг станции плитка, да, кстати, обратите внимание на вестибюль, тут вход-выход только один, да, то есть, выйти можно только вот здесь, там еще есть эвакуационная, но из него, вот, соответственно, только эвакуация проходит, вот, поэтому выйти из него нельзя, и вот там, что, то, что строится, это бизнес-центр, там находится медная больница, вот, неподалеку уже построили больницу в коммунарке, вот, если помните, она такая печально известная, поскольку сюда свозили сложных больных во время эпидемии, недавно бушевавшие у нас, но еще отчасти продолжающиеся, вот, ну, здесь, видите, раньше все были колхозные поля, вот там, кстати, находится деревня Сосенки, неподалеку, вот, если туда идти, ну, не прямо, непосредственно примыкает к этой станции, ну, неподалеку отсюда, ну, вот так выполнены, видите, вестибюли, вот, ну, конечно, некрасиво, но все-таки как-то, вот, попытались хоть что-то изобразить, скажем так, да, вот, и я вам сейчас покажу, так называемую Ольховую аллею, вы знаете, это, вот, вы увидите, это будущее нашего города, ну, в каком-то смысле, будущее нашей страны, как предполагает архитектор, скажем так, ну, во-первых, смотрите, одна сплошная плитка, вообще никакой нет зелени, вокруг одни дороги, во-первых, сама станция зажата между дорогой, я уже говорил, да, солнцу будущее, во-вторых, вот, смотрите, еще одна дорога, это называется Калужское шоссе, вот оно как раз ведет, ну, в том числе рядом проходит деревня Сосенки, ну, и дальше туда, в Калугу станция находится, примерно, в пяти километрах от кольцевой дороги, от МКА, на пять-шесть километров, вот, смотрите, значит, одни дороги, плитка, практически полное отсутствие зелени, вот, вокруг, вот, жилые дома, вот, там строится, вот, ну, уже отчасти построена, вот, эта больница, да, многопрофильный медицинский центр, в том числе и, так называемый, госпиталь ковидный, да, ну, и вообще такой, как бы, большой такой больничная территория, вот, ну, и дальше там она будет строиться, всякие еще будут там, разные бизнес-центры, офисные здания, и все это будет строиться там, где-то до 30-го года, может быть, и раньше построен, там же жилые дома появятся, и все такое, видите, пока тут жилых домов, непосредственно в этой, около этой станции метро нет, ну, ясное дело, что это пока, потом, конечно, тут, на река, на строю жилых домов, это ясно, вот, значит, то, что, да, это, кстати, не Калужская, это, я немножко ошибся, сейчас Калужская покажу, это была улица Мечникова, она, значит, есть архитекты, так вот, смотрите, вот это называется Ольховая аллея, вот, теперь просто смотрите, вы видите здесь аллеи, она есть, по мысли архитекторов, это Ольховая аллея, то есть, вот так будут выглядеть аллеи, это, это, это будущее, то есть, это фактически, ну, просто профанация, это профанация, это просто суррогат, это то, чего нет, с эти качели, обратить внимание, это качели, ну, и скамейки качели, то есть, это вот такие вот, да, в виде, как, почти как виселица, какие-то такие все, чистая геометрия обратите внимание геометрии везде да то есть такие строгие линии как математика да все выхолощает оси это символ выхолощенности выхолощенности полной дани отсутствие жизни фактически полно потому что природе такого нету нету такого таких никаких геометрий смотрите выжженная земля выжженные пустынные газона до обращайте внимание я показывал много раз москве можете сами видеть полно таких примеров здесь тоже самое но в москве тоже самое скамейки под таким вот дырявыми какими-то геометрическими навесами ну это там всякие технические помещения понятно тумбы скамейки обратите внимание тоже все все строго вон качели видите качели огромное количество качелей причем тоже мрачных страшных вот и смотрите а вот обратите внимание ни одного человека вообще ни одного человека то есть я вот здесь вот ходил по этой так называемой ольховой аллее я не встретил вообще ни одного человека то есть казалось бы это все для людей ну более же по идее надо гулять да вы видите здесь людей людей нет года это вот имитация зелени обратите внимание имитация зелени то есть какие-то непонятные полуискусственные какие-то образования с камнями какими-то в общем ужас полный вот и вот эта аллея она приводит в тупик то есть в ней нет выхода вот мы вошли вход есть да а выхода нет выхода нет мы сейчас упрёмся в калужское шоссе вот она ведь она во-первых небольшая да ну вот мы идем там учетом бывает за пять минут ее можно спокойно против фактически уже достигли ее ее конца вот скамейки причем под солнцепёком фактически полна солнце зелени какая-то такая полупустынная растительность или вообще фактически вытертые пустынные газоны вот какие такие вот помещения технологически страшные коробки вот эти даст этики мрачные вокруг одни дороги дороги а там еще жилые дома будут бизнес-центр жилые дома не пока что только строится вон они там да и виднеется это бизнес-центр и там еще потом жилые дома еще построить и вокруг одни дороги здесь право соответственно дорогу солнцево-бутово а здесь калужское шоссе и выхода нет то есть ты упираешься и дальше никуда при всем желании пройти не сможешь то что там проезжая часть все огорожено то есть о чем говорит фактически это концлагерь то есть знаете как вот заключенные вот их выпускают гулять от стенки до стенки да вот они ходят там в каком-то таком небольшом пространстве замкнутом да и вот они ходят от стенки погуляли и до 7 все вот видите уперлись а дальше выйти нельзя выхода нет а куда выходить а там автодороги одни сплошные то есть там нет тротуаров ты можешь выйти на автомобильную дорогу перепрыгнуть на и оказаться его там внизу видите тоже дорога проходит вот и тут дорога все пояс на дороге вот смотрите вот видите внизу там да вот я покажу сейчас вот обиде дорога проход ну прыгай туда на дорогу а здесь тоже дороги тротуаров нет знаете обратите внимание мне тротуаров то есть ты выйдешь фактически под машину попадешь. Ну, вот и все. То есть от стенки до стенки. Ну, единственное, пока еще колючей проволоки не хватает. Ну, это как бы дело времени. Кстати, там вот лесочек, там раньше находился спецобъект. Вон там лесочек небольшой, ну, слева. Ходился спецобъект НКВД. Вон, видите лесочек? И там расстреливали людей в годы Сталина, в 30-е годы. Там полно людей стреляли. Там полигон был знаменитый. Спецобъект назывался НКВД. Вот. Ну, сейчас там храмы поставили. Это все как бы памятное место. Но вообще это страшное место. Там в лесу расстреливали людей. Вот. И вот там уже дома строится. А вот там, чуть-чуть в другую сторону, там справа, там уже построили жилой комплекс, по-моему, Дубровка, что ли, называется как-то так. Ну, да, по-моему, Дубровка. Там квартиры, кстати, довольно дорогие уже. Где-то 20-30 миллионов стоят. Даже часто дороже, чем в пределах кольцевой дороги Москве квартира стоит. Вот как-то так. Ну, в общем, тут все будет застраивать жильем. То есть, помимо того, что тут поля были, да, все, в Подмосковье. Ну, в итоге сейчас потихонечку все застраивают. То есть, еще помимо того, что мы видели вот эти все дороги, кольцо дорог, вот эту плитку, все вот это пространство, выжженную землю, еще будут еще вокруг вот эти человейники построены. Даже вне всяких сомнений. Это дело ближайших, я думаю, годов. Вот такая вот интересная станция, во многом показывающая наше будущее, которое фактически уже во многом совершается на наших глазах уже сегодня. Ну, а в будущем, наверное, все будет примерно так выглядеть практически везде. До новых встреч!